Тверская область преодолела непростую ситуацию в экономике, связанную с пандемией коронавируса. В Верхневолжье восстановили показатели 2019 года в сфере занятости населения. Вопрос обсуждался на очередном заседании регионального правительства во вторник, 9 ноября. Какая же сейчас ситуация сложилась на рынке труда, расскажет Наталья Чекет. Сейчас в Тверской области по ряду направлений спрос на рынке труда превышает предложение. Новые места освобождаются благодаря региональной миграционной политике. В списке востребованных профессий, рабочей специальности, персонал для отраслей АПК, обрабатывающих производств IT-сферы и медики. К слову, за прошедшие 9 месяцев текущего года в Верхневолжье уровень безработицы снизился по сравнению с декабрем предыдущего года. Так, по данным за октябрь, количество людей, которые ищут работу, составило 4300 человек. А в процентном соотношении уровень регистрируемой безработицы составил 0,6. Прошли этот период достаточно устойчиво, который был связан с ограничением экономики по Российской Федерации. Тверская область восстановила сегодня рынок труда. Мы вернулись на показатели 2019 года, что, собственно, стояло как задача президента Российской Федерации. Одна из задач, которую поставил губернатор во время заседания – синхронизировать дальнейшую работу по насыщению рынка труда системной подготовкой молодых кадров. Отдельно Игорь Рудене отметил важность развития ранней профориентации детей и подростков. Глава региона поручил реализовать проект по шеству предприятий над школами с учетом успешной практики профориентационных экскурсий для ребят на региональное производство. Очень важно, что сегодня мы уже выходим на другой уровень. Это вопрос трудоустройства молодежи не только на летний период, но и уже профориентации и практической реализации профессионального образования, которое получают наше подрастающее поколение с трудоустройством на территории предприятий. Кроме того, по поручению губернатора в центрах занятости планируется оказывать профориентационные услуги. Школьники смогут получать там информацию обо всех учебных заведениях области и предлагаемых ими специальностях. Субтитры создавал DimaTorzok